Коллеги, рядом со мной Маргарита Смирнова, это спикер нашей сегодняшней деловой части. Здравствуйте, Маргарита. Добрый день. Я знаю, что у вас была очень интересная тема, на животрепещущая в наше время. Давайте поподробнее. Да, действительно, мы сегодня рассказывали про направление органических продуктов, почему мы верим в него, почему мы считаем его приоритетным и на настоящий момент еще недостаточно востребованным. И тут основная цель нашего выступления была показать тот парадокс, который мы видим, что покупатель хочет органику, но он пока не знает, что то, что он хочет, это органика. Мы провели ряд опросов, мы спрашивали, какие наиболее важные характеристики у продукции для вас в рамках ЗОЖ. И они говорят, мы хотим продукцию без пестицидов, без гербицидов, выращенную без антибиотиков, гормонов роста, с чистыми составами. Но когда мы их спрашиваем, а вы понимаете, что такое органический продукт, они говорят, нет, не понимаем, это, скорее всего, маркетинговый ход. И, соответственно, наша задача, как ритейлера, не только развивать этот ассортимент, но и повышать уровень знаний наших покупателей. А у нас в России, в принципе, будет принято, как в Америке, специально этот лейбл «Органик», который, в принципе, там уже достаточно много лет, когда люди понимают, за что они голосуют рублем. Когда яйца, например, те же самые, да, и «Органик», тут же ценник выше, но при этом люди понимают, за что они отдают эти деньги. В России как-то будет такая маркировка или вот… Да, вы знаете, она уже два года как существует. С 1 января 2020 года вступил в силу закон об органике. И сейчас только сертифицированный продукт с органическим сертификатом имеет право называться органическим. Есть наш российский ГОСТ для органики, есть официальный логотип, листок органики. И как раз наша задача и наша цель развивать, в том числе, повышать долю органических российских продуктов. То есть органика сейчас – это с большим отрывом импорт. И импорт в основном бокалея, кондитерка, да, то есть это длительные сроки годности. А поскольку растет фреш, в том числе в онлайне, мы понимаем огромный потенциал у свежей органики, да. То есть это молочка, это мясо, это овощи, фрукты, безусловно. Вот здесь вот такой наибольший потенциал мы видим. Потому что, конечно, органический продукт без всяких консервантов, которые едет огромное количество километров, скорее всего, не будет сильно полезным. Поэтому развивать нужно свой органик в России. Ну, органика – это не столько про состав, да, то есть консервы, они прекрасно могут быть органическими. Есть очень много органических консервов. Органика – это больше про происхождение, как этот продукт был выращен. От семени до, то есть это семечки, там, без ГМО, не обработанные. Как он был выращен на поле, что там поля не обрабатывали агрохимикатами и так далее. Российский производитель, он готов к этому спросу? Российский производитель, в принципе, нацелен на органику? Или, в принципе, наоборот, мы производители, производители, или, в принципе, наоборот, все стараются напичкать, сделать дешевле, вырастить скорее? Вы знаете, с большим удовольствием замечаем, что количество российских сертифицированных органических производителей, оно растет. Оно пока еще, безусловно, не настолько, их пока не так много, как в Европе и в Америке, да, но с каждым годом их становится все больше. И мы тут видим, в том числе, некий скепсис у ряда производителей, которые действительно выращивают чисто, но они не уверены, надо ли им сертифицироваться, потому что запроса от ритейла и запроса от покупателей раньше не было. То есть он сейчас как раз формируется. И мы, как утконос онлайн, и наши коллеги, ритейлеры, я знаю, что мы развиваем это направление и уже выходим к производителям с запросом. Давайте нам органику. И, соответственно, мы понимаем, что мы можем таким образом влиять на поставщиков. И у нас есть такие кейсы, когда поставщик без органик-сертификата, и мы даем ему понять, что для нас приоритет именно органические продукты. И они уже спрашивают, ну, может быть, нам сертифицироваться, тогда нам будет проще позиционироваться у вас и продаваться у вас. И мы говорим, конечно, да, потому что это безусловное преимущество органик-сертификата. Спасибо вам за вашу работу и надеюсь, что конечный покупатель тоже оценит вашу же работу своим рублем и натуральными продуктами. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо.